так мы с вами в прошлый раз начали задачу про атома водорода ну сегодня мы ее естественно закончим вкратце мы чего добились во первых мы построили оператор который соответствует радиальному импульсу и это оказалось h деленное на и д д др плюс единица на r вот то есть мы действовали таким образом потому что надо было решать задачу в соответствии со сферической симметрией который обладает атом водорода так следовательно там разумные координаты это сферические координаты радиальные два угла так вот кроме того что мы сделали еще с вами мы показали что любая компонента оператора углового момента не содержит радиальной переменной а действует только ну условно напишу это вот таким образом а действует только по угловым переменным так тета и фи так в результате нам удалось что чего достигнуть нам удалось достигнуть что стационарное уравнение шреддингера можно решать методом разделения переменным датчик волновая функция представляется виде произведения функции завище только от радиуса на функцию завищею только сферических углов значит без всякого вывода с обещанием что я покажу это позднее в более общем случае мы приняли во внимание что квадрат вектора углового момента его собственные функции lm а собственные значения h квадрат на и плюс единица ну вот эти lm это так называемые сферические гармоники так l пробегает все целые значения может пробегать целые значения от нуля и так далее и кроме того это же самая функция это же самая функция является собственной функцией для одной из компонент вектор углового момента например для z так причем m при заданном орбитальном квантовом числе l пробегает все значения через единичку от минус l до плюс l то есть 2l плюс единичка значений вот я еще раз повторяю что все это мы с вами получим в более общем виде только чуть чуть позже так значит вот эта задачка на собственные значения возникла просто из того что мы разделяем переменные так а для радиальной волновой функции r большое у нас какое появилось уравнение в методе разделения переменных единица на 2m prt оператор в квадрате чего там еще есть плюс h квадрат на l на l плюс единичка на 2m r квадрат плюс какой-то потенциал зависящий только от радиальной переменной минус собственное значение энергии действует на радиальную функцию r большое от r вот такое радиальное уравнение шредингер стационарно проверьте пожалуйста совпадает с тем что здесь написано значит обсудив граничные условия мы пришли к выводу что конечно функция r большое должна стремиться к нулю на бесконечности так и должна быть конечной при r маленькой стремящимся к нулю так удобно значит было что сделать удобно вместо функции r большое записать функцию y маленькая от r которая равняется чему r маленькая умноженная на r большое так ну и соответственно значит уравнение которое получается для вот этой новой функции y маленькая она выглядит каким образом y2 штриха y2 штриха так тут я наверно все уже сократил плюс плюс l на l плюс единичка на r квадрат так и так и так и здесь у меня будет стоять плюс 2m 2m деленное на h квадрат в скобочках будет u минус е и это у минус е и это умноженное на y равняется нулю вот такое уравнение да и с соответствующими крыльевыми условиями y от нуля равняется нулю и y когда r стремится к бесконечности тоже стремится к нулю так причем стремится к нулю как было показано r большой должен стремиться к нулю быстрее чем единица на r так я не ошибся вроде бы нет да вот значит я прошу прощения что здесь конечно как обычно с одной стороны это a маленькая это орбитальное квантовое число так а с другой стороны она же и используется для обозначения соответствующих операторов ну за этим надо внимательно следить так а значит теперь пока это общая задача для двух тел которые взаимодействуют между собой с потенциалом зависящим от расстояния так ну и чтобы перейти к атому водорода я должен задать конкретный потенциал так а для атома водорода этот потенциал естественно будет выглядеть минус е квадрат деленное на r кулоновский потенциал взаимодействия между электроном и протоном так дальше что я хочу сделать дальше я хочу все это записать все это записать в атомной системе единиц так в атомной системе единиц это у меня будет что такое масса электрона или на самом деле приведенная масса равна единичке заряд электрона или заряд протона равен единичке соответственно постоянная планка равняется единичке а то мы сразу всю квантовую механику зачеркнем хотя на самом деле вот очень характерная ошибка да что вроде если аж стрем к нулю то должна получиться квантовая механика а этим вопросом мы через некоторое время будем заниматься на самом деле ничего подобного да потому что волновое уравнение и аж дпси по дт равняется аж пси аж гамильтониан да значит если вы там постоянно планка положите равным нулю что получите аж пси равняется нулю что это такое бессмысленное достаточное уравнение вот но это так сказать вопрос будущего так все теперь значит чего у нас получается теперь получается уравнение у два штриха плюс так еще я значит что запишу я еще запишу вот параметр энергетический так эпсилон и он будет равен в атомной системе единиц он будет равен просто 2 и понятно да 2м деленное на аж квадрат на е м единица здесь единица двойка остается так значит значит что будет плюс е плюс е эпсилон и и и и и и и и и должно мне не ну gods это будет Здесь будет минус h квадрат, деленное на 2m. Минус убирается, и сюда тогда он должен вставляться. И следует это будет l на l плюс единичка, деленное на r квадрат на y равняется нулю. Сейчас я проверю. Так, ну, с соответствующими условиями кровями я их не буду переписывать. Так, вот теперь стоит задача наша решить радиальное уравнение. Это значит найти неизвестные функции y маленькая, так, ну или то же самое функцию r большое, так, и соответствующие собственные значения, которые здесь фигурируют. Вот это? Да. А, как? Здесь будет единица на r, а мы умножали на 2m, деленное на h квадрат. Двойка тут и появилась. Так, ну, как обычно, значит, вот идея решения такая же, как при решении задачи про гармонический осциллятор. Я сначала хочу посмотреть асимптотику. Значит, асимптотики у меня две. Значит, когда у меня большие значения r, у меня вот этот член, может быть, вычеркнут, этот тоже вычеркнут по сравнению с константой. И, следовательно, асимптотическое уравнение при r стрелка бесконечность у меня будет выглядеть просто. у два штриха плюс ε у равняется нулю. Так. Ну, очевидно, что я буду искать решение в виде е в степени альфа r. Так. И альфа у меня тогда получится какое? Альфа у меня тогда... Подставляю сюда, два раза дифференцирую. Получается альфа квадрат. И должно быть соотношение альфа квадрат плюс ε равняется нулю. И, следовательно, альфа равняется плюс или минус корень квадратный из минус ε. Так. То, что минус ε под корнем, нас не смущает, потому что мы знаем, что в этой задаче для связанного состояния энергия отрицательна. Так. А здесь перед корнем мы, конечно, выбираем знак минус. Для того, чтобы функция спадала на бесконечности. Так. Хорошо. Теперь вторая асимптотика. r стремится к нулю. r стремится к нулю. У меня в круглых скобочках остается только вот этот ведущий член. А 2 деленное на r и ε я выкидываю немного меньше, чем этот. И, следовательно, у меня будет что? Уравнение у меня будет y2 штриха минус l на l плюс единичка на r квадрат на y равняется нулю. Так. Какое решение? Я решение ищу в виде степенной функции. r в степени k. Так. r в степени k. Подставляю сюда. И что у меня получается? У меня получается k на k минус единица равняется l на l плюс единица. Так. Ну, квадратное уравнение, но и не используя формулу для корней, все равно можно легко определить. Значит, у меня k может быть чему равно? Или минус l, так, минус l и минус l, это будет l на l плюс единица. Так. Или это будет, или это будет второй корень, это будет l плюс единица. l плюс единица, видно, что тоже подходит, да, сюда. Удовлетворяет этому соотношению, так. Но в силу вот этого краевого условия, y от нуля должен быть равен нулю. Значение корня k равное минус l нам не подходит, а нам подходит только вот это значение. Так. И, следовательно, я выбираю асимптотика, у меня будет, значит, r в степени l плюс единичка. Вот такая вот асимптотика. Так. Ну, а теперь мне нужно что? Теперь мне нужно уже взяться за все уравнение, да, не без всяких приближений, которые возникают за счет асимптотик, так. И искать решение в виде произведения функций, одна из которых будет экспонента, так. А вторая не будет портить, естественно, и эту асимптотику, и эту асимптотику. Так. Естественно, что я это запишу в таком виде. Я запишу теперь, что у меня y равняется е в степени, е в степени, альфа. Вот я пока буду таскать буковку альфа, а в конечном итоге я подставлю, что это будет минус корень из минус 2e. Так, а здесь будет, что у меня здесь? Здесь будет какая-то функция y, которую я представлю в виде степенного ряда. u от r, и это u от r, это будет ряд по i от 0, в смысле, а коэффициенты неизвестные а и ты. А здесь я должен что написать? r в степени i плюс вот эта вот асимптотика, да, плюс l плюс единичка. Вот, по крайней мере, вот такая функция, да, не будет портить асимптотику в нуле за счет вот этого добавочки, так. Ну и и не должна портить асимптотики на бесконечности, так. А с этим уже, конечно, должно быть аккуратно, потому действует, потому что если это ряд бесконечный, то тогда нужно, значит, смотреть, к чему он асимптотически сходится, к какой функции. Если же, что нам всегда выгодно получить, если этот ряд превращается в поленом, содержит только конечное число членов, то это значит, заведомо асимптотика у меня будет не нарушаться на бесконечности. Вот и все, так. Теперь я чего хочу сделать? Теперь я хочу подставить вот этот предполагаемый вид решения в исходное уравнение, так, и получить уравнение для у, и в это уравнение уже потом подставлять ряд, вот этот вот, с неизвестными коэффициентами. По идее, все как обычно, как, в смысле, как для гармонического осциллятора, ну, может быть, чуть-чуть более громоздко, но не более того, так. Значит, тут вторая производная, да, значит, y' это что такое? Это альфа е в степени альфа r на u плюс е в степени альфа r на u со штрихом. Так, вторая производная, y2 штриха альфа квадрат е на альфа r на u, так. Плюс альфа на е в степени альфа r на u со штрихом, плюс такой же член, да, такой же член, дифференцирую первый сомножитель, у меня появляется альфа r, поэтому сразу здесь вот поставлю двоечку, плюс два. Так, и плюс, и плюс чего? И плюс, и плюс е в степени альфа r на u2 штриха. Так, вот это вторая производная, здесь сидит сама функция, естественно, у меня все сократится на экспоненту, и уравнение, которое я получу, оно будет выглядеть каким образом? у2 штриха, вот этот член, так, плюс 2 альфа, 2 альфа у со штрихом, у со штрихом, плюс, плюс альфа квадрат на u, так, и здесь чего у меня получается, а все запишу по отдельности, плюс е на u, плюс 2 на r, 2 на r на u, так, и плюс, и минус. l на l плюс единичка на r квадрат на u равняется нулю. Так, или мне удобнее переписать это уравнение, сейчас вы поймете, почему в таком вот виде. у2 штриха минус, минус, вот этот центробежный член, l на l плюс единичка, деленное на r квадрат на u, так, плюс, плюс 2 альфа на u со штрихом, и плюс 2r на u, так, и все равняется нулю. Теперь смотрите, вот я специально так разбил все члены, если я буду подставлять в это уравнение ряд, вот этот вот, значит, здесь у меня получится, что каждый член в ряду у меня, так, вопрос какой-то? Альфа квадрат, у вас, значит, альфа квадрат плюс епсилон, это равно нулю. Так, значит, сюда подставляю этот ряд, у меня, значит, каждый член степень понижается на двоечку. В этом члене у меня тоже степень понижается на двоечку все время, потому что r квадрат внизу стоит. Здесь степень понижается на единичку, и здесь степень понижается на единичку. Так, поэтому, ну давайте это подробнее записываем, так. Значит, записываю первые два члена, значит, сумма а и тая. Два раза дифференцирую, что получается. i плюс l плюс единичка на i плюс l. Так, продифференцировал два раза, и у меня получается r в степени i плюс l минус единичка. Так, и минус вот этот член, минус l на l плюс единичка. Так, а здесь будет сумма а и т в степени r и плюс l минус единичка. Так, сумма по и, сумма по и. Поставил в два первых члена, так, в два первых. Так, теперь я приравниваю, переношу в правую часть два вот этих члена, и что у меня получается? У меня получается минус двойка, так, за скобочки выношу, так, здесь получается сумма, сумма по и а и тая, а и тая, так, и чего еще получается? Здесь у меня получается альфа на i плюс l плюс единичка, так, я хочу под одну сумму все запихнуть. На r в степени i плюс l, так, и плюс, 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 плюс единица. Так, и тогда это будет вот так вот, ну и все, наверное, и вот так вот, вот если я нигде не ошибся. Вроде бы нет. А там где r в степени? А, да, r в степени, ну, r в степени, r в степени, и плюс l, и все. Вот такое, значит, соотношение между двумя рядами. И я вижу, что чтобы это соотношение обратилось в тождество, у меня должен обратиться в ноль коэффициент при каждой степени r маленького. Вот я здесь записал это в виде равенства, да, смотрите. Если бы я в одной части все бы, как здесь вот, как в этом уравнении, все бы в левую часть бы перенес, у меня что было бы? У меня была бы сумма по i, так, здесь была бы какая-то огромная такая конструкция из всех коэффициентов, которые здесь присутствуют. А здесь у меня был, ну, давайте показом, допустим. А здесь сумма r в степени k, и все это равно нулю. Так, вот для того, чтобы это обратилось в тождество, у меня вот эта круглая скобочка, в которой сидят все коэффициенты а и пи, неизвестные мне, и параметры, которые здесь при дифференцировании возникли, вот эта круглая скобочка обратилась в ноль. Так, ну, мне удобнее это записать вот в виде такого равенства, и тогда у меня что получается? Значит, я должен приравнивать при одинаковых степенях в правой и в левой части, чтобы степени были одинаковые, в левой части я какое i должен брать? На единичку больше, правильно? Потому что здесь i плюс l минус единица, а здесь просто i плюс l. Так, и тогда у меня соотношение будет выглядеть таким образом. а и плюс единица, так, умноженное на i плюс l плюс двойка, единицу прибавил, i плюс l плюс единица, единицу прибавил, минус l на l плюс единица, здесь ничего не надо делать, так. А здесь будет равняться чему? А здесь будет равняться а и т, а и т, так, минус а и т двойка, так, а здесь будет равняться альфа. А, так, ну давайте я уже вместо альфа здесь напишу, что корень из минус епсилон, точнее, минус корень из минус епсилон, так, вот это, так, умноженный на i плюс l плюс единичка. А, так, я вот что сделаю, значит, смотрите, я здесь вынесу знак минус, он погубит вот этот минус, и тогда здесь будет минус единичка, согласны? Вот на самом деле, чего я получил? Я получил рекурсию, так, как последующий член в ряду, с помощью которого я ищу лишение дифференциального уравнения, выражается через предыдущий коэффициент. Так, давайте, ребят, что у вас там? Непонятно. Ничего не понял. Нет, по-моему, я, по-моему, я, я все правильно написал, сейчас я, давайте я на всякий случай проверю. Так, двойка есть у меня, так, минус l плюс единичка минус единица. Да, тут все правильно. Вот. Так, ну давайте я напишу рекурсию, вот сейчас я сюда это засобачу. Итак, мы с вами получили рекурсию, которая выглядит следующим образом. А, последующий коэффициент, то есть а и плюс единичка, выражается через предыдущий аито. Так, а, и это аито умножается на дробь. Умножается на дробь. Вот, внизу чего стоит? И плюс l плюс 2, так, на и плюс l плюс 1. И минус l на l плюс единичка. Я обращаю ваше внимание, что знаменатель всегда будет положительным числом. Так. А что у меня стоит, что у меня стоит в числителе? У меня стоит двойка. Двойка. А здесь стоит, здесь стоит минус, корень из минус епсилон, так, умноженное на и плюс l плюс единичка. И так, 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 только-только я, я же сказал и не сделал, да, что здесь-то у меня должен быть знак плюс, этот минус вынесется, а здесь знак минус. Все верно. Так, это убираем, здесь будет минус единичка, и все. Вот какая окончательная рекурсионная формула для коэффициентов, для неизвестных коэффициентов. Теперь я чего предполагаю? А? Вот тут? Минус 1. Минус 1, смотрите, смотрите, где. Вот он стоит плюс, так, вот это альфа, это корень из минус епсилон, так, и здесь стоит минус. Я этот минус выношу, он погибает с этим минусом, и здесь появляется минус. Согласны? Альфа равняется минус, корень из минус епсилон. Согласны, да? Согласны, да. Все. Так, теперь я делаю вот что. Я делаю следующее предположение. А и т не равняется нулю, так, когда и пробегает все значения, 0, 1, 2 и так далее, до некоторого числа n с индексом r, целое число. Это мой произвол, так, мой произвол, так. А все коэффициенты аиты станут равными нулю, когда и будет пробегать значение nr плюс 1, плюс 2 и так далее. Этим самым я чего делаю? Этим самым я обрываю бесконечный ряд и навязываю ему быть полиномом. Так? И следовательно, я тогда, значит, тогда, значит, обеспечивается правильная асимптотика. Если это не так, да, и параллельно с этим, за счет чего я сделаю вот этот обрыв? Ну, естественно, за счет того, что при i равном nr я потребую равенства нулю числителя. Так, тогда у меня будет выполняться вот это вот мое желаемое условие. Так, и следовательно, у меня будет что? У меня будет корень из минус ε будет равняться, будет равняться единице, деленное на i плюс l. Так, не на i, а на nr. При i равном nr плюс l плюс единичка. Вот при этом условии у меня ряд, бесконечный ряд становится полиномом. Так? И следы... И одновременно с этим я вообще определяю значение энергии. Так, значит, теперь я вспоминаю, что ε – это было корень из минус 2e, да? Корень из минус 2e. Так, теперь возвожу все в квадрат и получаю, что е равняется чему? Минус 1, 2e, так, а здесь у меня будет стоять nr плюс l плюс единичка, все в квадрате. В знаменателе сидит сумма целых чисел. Я ее обзываю как n и говорю, что это главное квантовое число. И следовательно у меня... Энергия электрона в атоме водорода полностью определяется главным квантовым числом n. Так? Значит, формула для n... Хм... Значит, формула для n для главного квантового числа Это есть что такое? nr называется радиальное квантовое число Плюс l орбитальное квантовое число и плюс единичка l начинается, может принимать значения от нуля nr какие значения может принимать? Ну мы же с вами использовали ряд a и t И суммирование было от нуля И вот мы говорим, что суммирование до nr У нас все коэффициенты не равны нулю включительно по nr А все коэффициенты начиная с nr плюс единичка За счет рекурсии мы их обрываем Значит, nr пробегает какие значения? Может пробегать Так, ну что вы задумались? Может быть, что он будет нулем? Нулем Вы сомневаетесь, что nr может быть нулем? Или что? Ну может быть, конечно, тогда весь ряд состоит из одной константы Ничего страшного в этом нету Так? Значит И целое число начиная от нуля Да Вот И следовательно l у нас, орбитальное квантовое число, принимает Вот такие числа nr пробегает Точно этот же самый ряд А следовательно Главное квантовое число начинается от единички От единички Один, два и так далее За счет этой единички Так? Следовательно, мы с вами получили формулу какую? Е nt В атомной системе единиц Это минус одна Вторая деленная на n квадрат Вот такая простенькая формула Ее достаточно легко запомнить Если я теперь хочу записать это в обычных единицах В которые мы использовали масса электрона Заряд электрона, постоянная планка То эта формула будет выглядеть следующим образом Это будет минус одна вторая М Е в четвертый на h квадрат Так? И единица на n квадрат Так? Если у меня, допустим, не атом водорода А водородоподобный атом То есть, если заряд у него больше, чем заряд протона То тогда вместо е в четвертый у меня возникает Какой множитель? Минус одна вторая m z квадрат z зарядовое число ядра На е в четвертый На h квадрат На единицу На n квадрат Так Вот Что я должен сказать? Смотрите Одному и тому же главному квантовому числу n В соответствии вот с этой формулой Вообще говоря Прошу прощения за тавтологию Потому что в соответствии с этой формулой Соответствуют разные слагаемые Правильно? Значит Ну, когда n равняется единице То это только одно может быть слагаемое Да? А когда, допустим, n равняется 2 У вас, может быть, nr равняется нулю А l равняется единичке Или наоборот Так? Это что означает? Физически Вырождение Так? Почему? Потому что, смотрите Как выглядит теперь Давайте напишем сначала Нет, давайте сначала нарисуем спектр Энергетический спектр Электронов в атоме водорода Так n равняется единице Так? Это означает, что nr равняется нулю И l равняется нулю Так? n минимальное значение принимает И, следовательно, энергия его Минимальная Так? Это основное состояние По определению Основное состояние Состояние с минимальной энергией Так? Следующий n равняется двум Так? Здесь у меня может быть Две возможности nr равняется нулю l равняется единичке Это одно состояние А второе состояние nr равняется единичке А l равняется нулю Так? Ну, еще одно Напишем еще n Следующее n равняется трем Это что означает? Это означает nr может равняться двум l равняется нулю Или nr равняется единичке И l равняется единичке Или третий вариант nr равняется нулю А l равняется двойке Так? Если рисовать картинку уровней Как обычно принято в квантовой механике То что я буду иметь? Я буду иметь Энергию основного состояния Вот рисую Вот такую полочку Значит, в атомной системе единиц Это что? Минус одна вторая Атомная единица энергии Так? Состояние с этой энергией Обозначается как 1s 1 это Это главное квантовое число А s Это орбитальное квантовое число nr здесь не участвует В обозначениях Потому что nr будет линейно выражаться Через эти главные числа Так? Следующее состояние n равное 2 n равное 2 Это чего? 2 в квадрате 4 Это значит Минус одна восьмая Минус одна восьмая Атомной единицы энергии Так? И состояний Сколько будет у нас? Два состояния Правильно? Значит, у меня будет одно состояние 2s L равняется 0 n равняется 2 Так? И второе состояние С этой же самой энергией Это будет 2 С индексом p p Это значит L равняется единичке Так? На самом деле Это не совсем так Да? Почему? Потому что При заданном L У меня еще 2L плюс единичка Различных сферических гармоний Но пока мы на это Закрываем глаза Так, ну давайте еще Вот эту троечку Обозначим Это сколько будет Минус 3 в квадрате Минус одна восемнадцатая Правильно? Одна восемнадцатая Атомной Атомных единиц энергии Так? А здесь значит Чего у меня будет? Здесь у меня будет 3s Это когда L Равняется нулю Так? Значит дальше У меня будет Состояние Опять же 3p Так? И третье состояние Это 3d L равняется двойке Значит На самом деле Вот эта полочка Вообще говоря Расщепляется на 5 штук Да? Почему? По M По магнитному Квантовому числу У меня будет Значит Дважды 2 Плюс единичка 5 Это на 3 Ну а это не расщепляется И так далее Куда это все сходится? Естественно Что все это сходится К значению энергии Равная нулю Когда N Большое Стремится к бесконечности Так? Значит Теперь я могу Волновую функцию Атома водорода Обозначать С помощью С помощью Трех квантовых чисел N L L И M И это равняется Чему? Радиальная Волновая функция Она какими числами Будет определяться? N и L M там нигде не участвует M там нигде не участвует Радиальное уравнение N L Так? И все это умножается На сферическую гармонику R Как она выглядит? Это ряд умноженный на экспоненту Мы решали дифференциальное уравнение Да? С помощью ряда умноженное на экспоненту Так? Значит Чего будет здесь? Как начинается ряд С чего? Значит Я на самом деле Достаточно Вот хочу подробно Все это Простые вещи Сейчас Помусолить Почему? Потому что Грядет контрольная работа Там будет Три раздела Первый раздел Это Прооператоры Второй раздел Это будет Проатом водорода Нужно будет Очень простые задачи Но Все основаны Вот на этой формуле И на то Как устроена Радиальная волновая функция Так? Ну еще Кратность вырождения Сейчас мы получим Эту кратность вырождения Так как будет выглядеть R в степени R с индексами N L Это ряд на экспоненту Вот Как ряд С чего начинается? Посмотрите У вас записано А? R в степени L плюс 1 А у кого меньше? Все согласны Или нет Или нет? А Сейчас Выберешь на R Да Да Значит Это будет Потому что R в степени L плюс 1 Это для вспомогательной Функции Y Было Так? А для R Большого Это будет просто R в степени L Так? Затем Затем Будет идти Полином По I От 0 До N R Т Так? А И Т R И Т Так? Про это N R Нужно только Знать Что это Подчиняется Вот этой Вот Главной Формуле Так? И Умножено На Экспоненту Как Записать Компактно Эту Экспоненту E В степени Она С Минусом Была Что будет Стоять Какой Показатель Будет Стоять А? Ну А R То будет Экспонент Это По R Значит Это Будет E В степени Минус R Деленное На N Больше Ничего Нет Потому Что У нее Показатель Корень Из Минус 2 2 E Энергия E Равняется L Двойка Сокращается Извлекаем Корень Остается Остается Минус Остается 1 1 И все Вот Значит Вот эту формулу Нужно Хорошо Знать Так Что еще Теперь я хочу Вот что сделать Теперь я хочу Посчитать Сколько вообще Говоря Состояний При заданном Главном Квантовом Числе N Или Какова Кратность Вырождения Что я должен Сделать Так Значит N Заданное Число Так L Какие Значения Пробегает При заданном N L Может Пробегать Значение От Нуля До N Минус Единица N Минус Единица Это Максимальное Значение Орбитального Квантового Числа При заданном Главном Квантовом Числе Так И при заданном L У меня Магнитное Квантовое Число Пробегает 2L Плюс Единица Значение Так Значит Считается Просто Если L Есть То у меня Различных Волновых Функций Отличающихся Магнитным Квантовым Числом Сколько Будет 2L Плюс Единичка 2L Плюс Единичка Так А при заданном Главном Квантовом Числе L Пробегает Вот этот Ряд И следует Я должен Просуммировать По L От 0 До L Максимального То есть До N Минус Единица Так Сколько Это будет 1 Плюс 3 Плюс 5 И так Далее До какого Ну Естественно До Максимального Подставляем Сюда Максимальное Квантовое Число Оно Равняется N Минус Единица То есть Будет 2N Минус 2 Плюс Единичка И следовательно Последний Член У меня Будет 2N Минус 1 Ну вот Это прогрессия Сумма Какая В ней N Квадрат Совершенно Верно Вот N Квадрат Это Кратность Вырождения При заданном Главном Квантовом Числе Вот На самом деле Вот Все Формулы Они Вот Здесь Все Перед Вами Точнее Уже У вас В тетрадках Да Да Поэтому Любую Задачку Которая Будет Апеллировать Вот К этим Формулам Вы В состоянии Уже Должны Будете Решать Значит Надо Знать Вот Эту Структуру Надо Знать Вот Эту Формулу Надо Знать Кратность Вырождения Так Вопросы Какие Кто Она Вырождена Состояние С главным Квантовым Числом Является Вырожденным Н Квадрат Степень Вырождения Это означает Что Одной И той же Энергии Которая Определяется Одним Числом Н У вас Соответствует Н Квадрат Различных Линейно Независимых Функций Значит По Определению Коммутатором Двух Операторов А и Б Является Конструкция А Б Минус Б А Ну и вот Квантовая Механика Так Замечательно Устроена Что В отличие От Классической Далеко Не Всегда Коммутатор Равны Нулю Значит На основании Определения Легко Можно Записать Свойства Коммутаторов Которые Собственно И образуют Алгебру Коммутаторов Так Значит Какие Свойства А А Б Равняется Минус Б А А плюс Б На С Равняется А С Плюс Б С На первом месте Стоит Произведение А Операторов И это будет А С А На Б Плюс А На Б На С Так Какое Последнее Будет Свойство Кто Скажет Ну Коммутатор Коммутаторов Значит Вы Уже Должны Были Сказать Ага Это Это Что Но Это Скобки Пуассона Хорошо Вам Известные Из Классической Механики Да Я Даже Здесь Использую То же Самое Обозначение Прямоугольные Скобочки Так И И Последнее Соотношение Так Называемое Тождество Якоби Двойной Коммутатор Плюс И Плюс С Тождество Якоби Ну По этой причине Что Глядя на Эту самую Картинку Со свойствами Да Вы никогда Не скажете А что это Такое Это Классические Скобки Пуассона Или Это Коммутаторы В Некотором Смысле В некотором Смысле В смысле В этом Смысле Эти Коммутаторы Называют Квантовые Скобки Пуассона Квантовые Скобки Пуассона Так Вот Так Следующий Момент Давайте я Вот что Только хочу Сказать Я хочу Вот В каноническом Виде Вот это Свойство Переписать Это На самом деле То же Самое Правильно Но Лучше Написать Поменять Местами Оно Конечно Одно Из другого Следует Но Пусть Будет Так Произведение Операторов Стоит На Втором Месте А А На С Плюс Б На А На С То же самое Так Так Фундаментальные Коммутаторы Или Фундаментальные Квантовые скобки Пуассона Предположим У меня имеется Какая-то Координата Обобщенная Ку Так С индексом Л Так И Ей Соответствует Оператор Обобщенного Импульса Так Оператор Обобщенного Импульса П С индексом Л Который Определяется Как Декартов Импульс А Ж Деленное На И Д По Д Ку Л Т Я хочу Заметить Что Для Декартовых Координат Это естественно Хорошо Нам известно Так Но Если я Использую Криволинейные Координаты Вот как В атоме Водорода Эта формула Не работала Но тем не менее Может быть Такие Криволинейные Координаты Для которых Вот это Импульс Определяется Именно Таким образом Ну допустим В сферических Координатах Значит Соответствующий Импульс Пр Так Не записывается А допустим Импульс Сопряженный С координатой С углом Фи Именно так Записывается Д По Д Фи Опять же А Д По Импульс Сопряженный С углом Тета Так Тоже Не записывается Так Ну на самом деле Мы уже Эти коммутаторы Вычисляли Давайте все таки Запишем Пусть они у вас будут Потому что Ими все время Нужно Пользоваться Так Вычислить коммутатор Кукатэ Пээльтэ Пожалуйста Ну чтобы Минус не болтался Я напишу Сюда ИАШ Дельта Символ Пронеккера КЛ Так Ну Почти Очевидно Да Что Коммутаторы Кукатэ Куэльтэ Это равно Нулю И нулю И нулю Равно Равен коммутатор С импульсами Игрек 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 Теперь должен еще Переставить Минус З По Игрек Так Следующее Я переставляю И вместо Икса Пишу Игрек Игрек Остается на месте Икс Циклическая Постановка Это будет Л З П Игс Переставляем Местами Это будет Икс На П З Так И наконец Л З Это будет Что Снова Переставляем Будет Икс П Игрек Минус Игрек П Игрек Все Циклическая Перестановка Трех Индексов Икс Игрек И Z Один Первый Всегда Переносится На последнее Место И так далее И так далее А теперь Вот смотрите Что получается У вас здесь Будут Разбиваться Видите Насколько Одна Скобочка Пуассона Квантовая Скобка Пуассона Будет Разбиваться На целую Кучу Скобок Пуассона Ваша Задача Чтобы Остались Только Вот Такие Скобки Так Которые Дают Вам Или Нули Или Единички Вот И все На самом Деле В Классической Механике Мы решали Точно Так же Эту Задачу Только Там Были Классические Величины Не Оператора Еще Есть Вот Один Тонкий Момент Прошу Ребят Прервитесь Пожалуйста На Минуточку Вот Смотрите Конечно Потому Что Вот Я Разобью На Две И Здесь Разобью На Две Каждая С Каждым В частности Появится Вот Такая Скобка Паассона Вот Теперь Посмотрев На нее Внимательно Да Я Увижу Что У меня Эта Скобка Паассона Равна Нулю Потому Что Не Будет Вот Такого Никогда Здесь Выражения Всегда Будут Только Нолики Вот Такие Поэтому Посмотрев Внимательно Вы Сразу Вот Это Не Расписывайте Дальше Так А пишите Это Ноль А расписывайте Только То Что Может Вам Дать Не Ноль Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok